Всем привет дорогие друзья! Недавно общался со своим товарищем Он в эйфории, рассказывает, что так мягко стала машина ходить После того, как он себе закачал колеса азотом Я приехал на тот шинмонтаж, где ему закачивали Оказалось, что у него просто вывод Специально отдельно с компрессора Выведен с надписью азот То есть люди заведомо якобы дурят Деньги с людей берут лишнее За то, что они закачивают азотом Но, как выяснилось, они его толком даже не обманули Почему? Потому что в воздухе содержится 78% азота То есть мы фактически ездим на 78% азоте А не на воздухе, как некоторые говорят Или как на кислороде Кислорода там, конечно, намного меньше Фактически выходит так, что у нас 78% азота Уже закачаны в колеса Если мы закачивать будем с баллона Да, там максимальная концентрация будет 95% Но на что это повлияет? Разница небольшая, порядка 17% А толку никакого То есть вы не почувствуете особой разницы Говорят, что коэффициент расширения температурный У азота меньше, чем у кислорода Или у воздуха Ерунда, потому что так же мы ездим на азоте 78% это тоже азот И фактически там разница будет совсем небольшая В температурном расширении Да и азот сам расширяется тоже не слабо Можете посмотреть по таблицам Поэтому я не вижу смысла, допустим, заполнять азотом И платить за это дополнительные деньги Я понимаю, что когда люди ездят на Формуле 1 Там очень большие сложные нюансы Машина работает в очень критических нагрузках Там да, там возможно каждый этот момент Отслеживает, задувает специально туда газ, азот, инертный газ Да, тогда это смысл есть Но здесь в данном случае в легковых машинах Особенно там в Сенсы еще какие-то там И чтобы получить какую-то эффект с этого Я вообще не вижу смысла Говорят еще, что при закачке азотов в колеса Колеса меньше стареют Это вы видели когда-нибудь колеса, чтобы старели изнутри? Я, например, не видел никогда Все время стареют только снаружи Внутри, как обычно, чистое колесо Да и сколько ему надо, чтобы оно изнутри постарело Если там воздух-то не меняется, он один и тот же Поэтому, опять же, на старость это тоже никак не влияет Поэтому смысла в этом азоте абсолютно никакого нету А выяснилось то, что Почему у этого товарища мягкий ход получился В общем, монтажники занизили ему давление на полтора бара Точных манометров не было, чтобы можно было проверить А погрешность там полтора бара, бар Играет уже роль Мягче уже становится машина и все Еще работает психологический фактор То есть он себе закачал азот Ему кажется, что теперь машина ездить будет по-другому Это равно сильно так, что если вы сейчас поехали, помыли машину А потом выехали, а машина уже совсем по-другому себя ведет Наверное, многие ощущали такой момент Поэтому я рекомендую от себя Не делайте это, не закачивайте азотом Не тратьте деньги на это Потому что это либо развод, либо это просто ерунда Которую абсолютно не нужно Вы так ездите на 78% азоте Если кому понравилось, ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok